Кто опять напокупал целый багажник всякой фигни, тот я, ребята. Прежде чем уйду сейчас работать на свою баню, хочу поделиться с вами, что я купил и зачем. Да, и на что я купил, это тоже очень важно. Кто-то знает, кто-то не знает, но моя работа связана с командировками, я постоянно летаю по стране. Ну и накапливаются Аэрофлот-баллы. Раньше я их тратил на то, чтобы полететь в отпуск куда-нибудь, но сейчас же мы никуда не летаем, карантин, ребята. Но недавно у Аэрофлота появилась такая опция, что эти баллы можно потратить на подарочный сертификат. Я этой опцией воспользовался. Это, конечно, грабёж полнейший, но это лучше, чем эти баллы просто так пропадут. Поэтому считайте, что вот это всё мне досталось на халяву. Ну, первое, это вот эта вот тачка. Вот они тут, запчасти разные. Те, кто давно на моём канале видел, как убивалась моя тачка во время строительства. И вот этого гаража, когда мы тут заливали вот эти полы. И когда я делал фундамент про баню, короче, она пришла практически в негодность. Вот она новенькая. Не ахти какая там мега хорошая. Ну, пару-тройку сезонов она точно прослужит, если, конечно, её не убивать. Я давным-давно хотел, ребята, сделать себе сверлильный станочек для того, чтобы сверлить отверстия под прямым углом под 90 градусов. Они везде нужны. И в металле, и в деревяшке, да где угодно. Поэтому, ну, вот на первом этапе я приобрёл вот такую вот украинскую дрель. Дрел. Давайте мы на неё посмотрим. О, как в СССР было, слушай. Вот с таким вот патроном, вот, который затягивается ключом. Для чего? Куплю станину, установлю туда вот эту дрель, и у меня будет стационарный сверлильный станок. Хочу вам сказать, что дрель стоит там каких-то 3 с небольшим тысячи. В общем-то, я считаю, совсем недорогое приобретение. Ещё одно... Ой. Многие видели у меня на участке бочку, из которой я осуществляю полив теплиц. Я даже делал по этому поводу видео капельный полив из старой бочки. Но сейчас я хочу наполнять эту бочку не водой из водопровода, которая стоит денег, между прочим, а водой, которая течёт с крыш во время дождей. То есть, буду делать дренажную систему. Заложу дренажную трубу, вкопаю бочку, и вот, и в эту бочку помещу вот этот вот дренажный насос. И когда вода будет наполняться, поплавочек будет всплывать, и вода будет перекачиваться непосредственно в ту бочку, из которой мы ведём полив. Здорово я придумал. Вот. Собственно, вот это для этого и нужно. Следующее моё приобретение. Аккумуляторный опрыскиватель. Вешаешь вот эту байду за спину, нажимаешь на кнопочку, и все картошки, кустарники, вся фигня, которая должна быть опрыскана, опрыскивается. Не буду пока распаковывать. Обязательно сделаю отдельную распаковку. Но, скорее всего, это будет когда-нибудь уже в летний сезон. И то, что мне нужно было давным-давно, ребята, это вот такой вот аккумулятор. У моего шуруповёрта они уже практически пришли в негодность. Не держат мощность. Ну-ка. О! То, что надо. Работает. Вот, братья-китайцы молодцы. Для всего делают. Не стал я дожидаться, когда я стану топовым блогером, и компания Кирскость придёт ко мне в рекламных целях. Вот, пошёл в магазин и купил себе сам вот такую лопату. Это усиленная такая, видите, с мощной ручкой. Такая она, обрезиненная тут. Потому что я часто копаю. То есть, какие-то ямки, то какие-то лунки. У меня постоянно происходят, кажется, с лопатами. Они ломаются, гнутся и так далее. Ну, вот это, я надеюсь, прослужит у меня не один год. Вот, собственно, всё, что я налетал почти за три года. Всё вот здесь вот у вас на глазах. А теперь беру молоток, клещи, гвоздодёр и другие инструменты. И пошёл продолжать делать полы. Я-то думал, что я их сделал в прошлый раз. А нет, в прошлом видео я призывал вас радоваться за меня, что я закончил полы. Ребята, блин, я так увлёкся пристройкой. И делай не полов пристройки, что я совсем забыл про основную часть бани. Тут вообще нет полов. Блин, для меня это, конечно, вопрос. Потому что доски-то я сюда не посчитал. Оказывается, что мне ещё придётся часть досок потратить. Короче, ребята, всё вот это пространство и передо мной. И за мной мне тоже надо будет кинуть половые лаги. Учитывая то, что вот эта вот длина почти три с половиной метра, а у меня нет таких досок сто пятьдесятых, я подумал и решил, что а сделаю-ка я эти лаги из двухсотки, которые у меня лежат на стеллаже, и крепче будет, и надёжнее. В этой части бани я не планировал никакие утеплители класть. У меня будут полы проливные, с естественной вентиляцией, так как я это делал раньше. Как показывает мой опыт, практически 30-летней эксплуатации бани зимой очень даже нормальной. То есть у меня будет вот там будет полностью утеплённое помещение, парная будет полностью утеплённая со всех сторон, а вот этот предбанник и моечное отделение, там где максимальное количество влаги, будет естественная вентиляция. Хотя, ребята, вот в этом углу как раз-таки у меня и будет стоять душевая кабинка. Здесь вверху будет бочка опрокидывающаяся. Вот самое сырое место. И отсюда же у меня пойдёт и канализационный слив, систему канализации. Ну, это уже история точно не сегодняшнего дня. Да и полы я передумал делать сегодня. Мне надо определиться, буду я класть лаги вот так или буду я класть вот так, пока я этого до конца не понимаю. Поэтому беру тайм-аут. Во-первых, надо обмозговать ещё, как там обыграть бассейн, который превратится в погреб. Во-вторых, потому что у меня нет кронштейнов, в которые я буду эти самые лаги ставить. Поэтому вернулся к своему первоначальному плану. Вот эта вот стена. Высоту я выбрал 2,20. Думаю, что для бани этого вполне достаточно. Доски разномастные, но я думаю, что всё будет нормально. Главное, что они у меня сейчас все будут одинаковые по высоте. Утеплитель я сюда буду закладывать 60-ку. Тот полтинник, который у меня остался с дома, я его размещу вот здесь вот в полы. И, как мне кажется, большая часть его уйдёт сюда. Стоило мне буквально на час уйти домой на обед. И вернулся я уже совсем в другой ноябрь. Ветер, дождь, кошмар. Поэтому отрезаю последнюю доску и пойду под крышу в гараж. У меня есть там чем заняться. Когда на улице дождик, ребята, самое лучшее, когда у тебя есть гараж с крыши над головой, где светло, и можно что-то делать. У меня есть новая тачка, которую надо собирать. И у меня есть старая лавка, которая изначально была сделана на шурупах. Но, блин, как я уже сейчас вижу, это от лукавого. Кто-нибудь когда-нибудь точно с этой лавки долбанётся. Поэтому я её сейчас переделаю и поставлю на болты с гайками. Пока делаю лавку, заодно протестирую, как работает вот это моё новое приобретение. Пока, конечно, не в станке, а руками. Ну, оборотов, конечно, не очень много. Но для сверления сойдёт. А шуруповёрт буду использовать по своему прямому назначению. К тому же ещё с новым аккумулятором, ребята. Хорошая привычка собирать болтики и гаечки. Фактически на подложном корме сейчас переделаю лавку. Так, ну что же. Ремонт прошёл успешно. Всё работает. Что касается тачки. Тачка, конечно, не так себе, ребята. Вот эта штука совсем тоненькая. Ну, как говорится, ударённому коню каменный цветок начинает получаться. Я рано радовался, ребята. Ничего-то у меня и не получилось. Холодильник точка ру меня надул. Тачка оказалась каким-то конструктором. Колесо было от одной тачки, кабинка была от другой тачки, а арматура от третьей. Так я её и не собрал. Первая дощечка готова полностью. Ой, ребята, после вчерашнего дождя тут, конечно, лазить не очень приятно. Надо одеваться. Я вот тут заготовил шаблончик, по которому всё отрезаю. Не помню, как эта доска называется, которая будет вот так стоять. Лобовая, наверное. Да и, собственно, не претендую в своих видео на экспертизу, как я уже много раз говорил. Так же, как и вы, те, кто строит. Захожу в интернет, смотрю, как это делают профессионалы. Есть много каналов, на которых они рассказывают. Ну и просто повторяю за ними. 50, 50. Где-то у меня получается ровно, где-то у меня получается не очень ровно. Ну, как у каждого из нас, наверное. Люблю утром работать, ребята, потому что голова свежая, сил полно. Всё получается совершенно иначе. Вот здесь вот одна дощечка у меня потоньше. Она не пятидесятка, она сороковка. Ну, ничего страшного. Для вертикальной стойки годится. Тем более, у меня всего одна сороковка, а остальные все как раз-таки 50. Сегодня ночью дождик закончился. Лёгкий ветерок дует. Ну, конечно, особо много он не даёт, потому что всё равно под ногами грязь. Сейчас, мне кажется, только мороз может спасти. Но это уже история каких-то других выходных, я так понимаю, будет. Так, ладно, здесь я по-другому покажу. Ой, чуть было доску не отпилил. Не допилил малость. Ну, ничего, сейчас мы стамесочкой её подправим. Ставлю перед собой сегодня цель сделать вот эту стену. Я вчера, конечно, купил и кронштейны для пола. Может быть, и до полов дело дойдёт. Но, не знаю. Если только предбанечки. Теперь надо определиться, как это всё дело прибивать. Понятия не имею. По одной. Или сначала всё разложить по местам. Хрен его знает. Сейчас я их примерно все поставлю. Какая где должна стоять? Вот у меня благо здесь есть эти штуки. А потом потихонечку буду брать и поставить на место. Блин, как же ты грязь-то замучил, а? У меня тут ещё глина, который сверху был боров замазан. Боров – это такая штука, когда труба идёт сначала так, потом вот так, а потом вот так. И вот эта часть называется боров. Она делалась из кирпича, ну, по крайней мере, в нашем случае. Ну, и на глину, как делали раньше, в стародавние времена. Потому что по-старому у меня тут было сделано всё, ну, наверное, как в 19 веке. Сейчас я, конечно, всё хочу сделать, как, ну, если не в 21-м, то хотя бы как в 20-м. Опа! Ой, ну, что-то тут начинает вырисовываться. Ой, ребята! Затоптал свой новенький молоточек. Когда он у меня успел упасть? Не знаю, по три гвоздя бить или по два. Ау! Ах, кусается! Вроде только начал молотить, а уже прям хочется стенку поставить. Посмотреть, как оно будет выглядеть. Что-то получается. И вот так вот дощечка за дощечкой будут двигаться дальше. А вот, глядишь, что и получится. Стеночка готова, ребята. Пока, правда, без верхней планки. Но сейчас я её прибью. И прежде чем я её буду пробивать, я всё-таки решил сначала кинуть укосину. Укосина будет две. 2,70. А здесь... О, 2,80. Отлично. То есть мне надо найти практически две одинаковые дощечки. И сюда мы их вбабахаем. Не знаю, как вот здесь пилить. Ну, наверное, при помощи вот этой штуки тоже попробую сейчас. Что-то получается. О, смотрите-ка. Даже получилось. Всё-таки инструменты очень хорошо облегчают жизнь. Но я не представляю, как я всё это делал руками. Вот, ребята. Идеальный выпил. Посмотрим теперь, сейчас как укосину встанет. Инструменты-то идеальные. А вот идеальный ли у меня глаз? Сейчас проверим. А вот с глазом что-то не то. Первый, блин, ребята, комом. Значит, надо как-то по-другому делать. Так, сейчас на выручку придёт волшебный молоток. Да нет, хочу вам сказать, что всё вошло. Выпила, конечно, не очень идеальная. Ну, сделаю выводы из этого. Значит, в следующий раз буду немножко иначе пилить. Зато вот тут всё идеально. Поэтому я рассчитываю, что, в общем-то, укосина будет свою функцию выполнять. Ну, а пока это первая стена. И впереди у меня ещё предстоит много стен и укосин. Товарищи строители, дайте, пожалуйста, совет. Что я делаю не так вообще? Почему у меня так коряво получилось? Вроде всё замерил. Карандашиком потёр. Надо бы, наверное, сверху всё это промерять. Сейчас я вторую попробую сделать так. А сейчас мы узнаем, пройден тест на криворукость или нет. Так, здесь идеально. И здесь идеально. О, ничего себе. С этого момента я прям горжусь собой. Практически полноценный плотник. Смотрите, как вторая штука встала. А там это так, первый блинком. Ну что, осталось прибить верхнюю планку. И, в принципе, стену можно монтировать. У меня есть почему-то такое предчувствие, что сегодня я всё-таки эту стенку поставлю, как и собирался. Это будет победа. Осталось теперь подготовиться к её монтажу. Для этого я сейчас прибью парочку вот таких вот штук, о которой стена будет опираться, чтобы она не проскользнула вперёд. Да, ребята, как пелось в одной известной песне, всё идёт по плану. Но у меня не совсем всё идёт по плану. Потому что я сейчас оценил свои силы. И понял, что если я в одиночку буду поднимать эту стену, то опять будут проблемы со спиной. Поэтому отложу-ка я поднятие, торжественное поднятие первой стены до следующего выходного, когда ко мне в гости собираются приехать друзья. И троём мы очень хорошо и быстро это поднимем. А пока пойду-ка я поделаю полы. Как я вам уже говорил, постоянно строить баню, ну, честно скажу, приедается. Поэтому я для себя придумал вот такой вот релакс. Как только мне становится тяжело и скучно, я достаю свой измельчитель и начинаю измельчать. Я вам хочу сказать, залипательная такая работа. Ой, ребята, что-то у меня не лезет. В крынку не лезет. Планы у меня меняются чуть ли не каждую неделю. А может быть и каждый день. Вот ещё вчера я вот здесь наложил этих досок. Думая о том, что 200-ка мне не пригодится. А нет, ребята, 200-ка у меня ляжет в основу половой жизни в старой части бани. Не такая уж и тяжёлая. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. О, ребята. Я решил тут делать полы из двух соток. В особенности в бане. Это важно. Вот у меня цель остатка сегодняшнего дня, потому что, как вы видели, хоть и солнышко, но оно уже садится. Надеюсь, что я хотя бы здесь успею сегодня положить лаги пола, чтобы у меня уже проявился уровень, по которому я буду дальше делать полы во всей остальной части бани. Я почти успел закончить полы в предбаннике, ну, точнее, лаги для пола. Здесь конструкция элементарная. Посреди балка я ещё вот здесь сделаю опору из кирпича, ну, на всякий случай, чтобы её, когда она нагрузится, чтобы её сильно не шатало. Ну, а вот здесь 50-й брус пришит напрямую к срубу. Удивительный ноябрь, ребята. Жара неимоверная. Я не знаю, мне кажется, градусов 6-7 тепла. Прям весь мокрый. Но, несмотря на эту жару, несмотря на то, что мне бы хотелось ещё чего-то поделать, пора отчаливать и собираться домой. Уже темнеет. На этом мои выходные заканчиваются. Ну, а вы, ребята, вот здесь вот можете посмотреть мои предыдущие приключения на этой самой бане. Увидимся в следующем видео. Пока, друзья!